Новости Дагестана на телеканале ННТ. Меня зовут Махач Курбанов и мои коллеги работаем для вас коротко о главном. Стартовал первый этап сдачи ЕГЭ. Главный экзамен во многом определяет жизненный выбор и профессии будущих абитуриентов. Наши корреспонденты следили за ходом итоговой аттестации школьников. Уже имеет спортивные заслуги. В Цумадинском районе Кавказский тур осваивает регби вместе со сборной Дагестана. Начинаем выпуск с печальной новости. Сегодня после продолжительной болезни скончался известный дагестанский тренер Абдулманаб Нурмагомедов. Отцу чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова было всего 57 лет. Напомним, что он попал в больницу еще 25 апреля. Тогда у наставника чемпионов диагностировали пневмонию. Позже заслуженный тренер России перенес инсульт, операцию на сердце и впал в кому. Абдулманаб Нурмагомедов за свою карьеру воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. За этот рекордный показатель он даже был включен в рекордов России. Также он тренировал своего сына Хабиба, который является первым обладателем пояса UFC в России и многих других титулованных бойцов. В жилом доме в центре Махачкалы сегодня вспыхнул пожар. Об этом сообщает МЧС по Республике Дагестан. Возгорание произошло на улице Магомеда Гаджиева на площади 150 квадратных метров в трехэтажном частном жилом доме. К месту оперативно были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 8 единиц техники. В течение получаса огонь уже был потушен. Причина возгорания устанавливается. Сегодня стартовал первый этап проведения ЕГЭ в стране. 11 тысяч выпускников школ сдают экзамен в рамках основного периода. Часть из них уже сегодня прошла тестирование по географии, литературе и информатике. Хадижа Курбанова следила за ходом сдачи экзамена в условиях пандемии. Термометрия и обработка антисептиком. В этом году без этих маленьких, но очень важных процедур на сдачу экзамена не попасть. Вход в школу строго по одному и с сохранением дистанции. Ребятам это пока дается с трудом, но строгий контроль за соблюдением всех норм обеспечивает Рособорнадзор. Это не единственные новые правила сдачи в этом году, в числе прочих, и то, что обязательные предметы не сдают выпускники, не поступающие в ВУЗ. Аттестаты выдавали всем по результатам итоговых оценок. В этом году экзамен проводится в несколько высеченном формате. Вы знаете, что его сдают только те ребята, которые поступают в высшие учебные заведения. А остальные у нас, кстати, предполагалось больше. Почти три тысячи человек из 14 тысяч у нас отказались от проведения ЕГЭ, и мы заново составляли базу информации. Сегодня экзамены в Дагестане сдают свыше тысячи человек. Это география, информатика и литература. Абсолютный лидер по числу тестируемых среди всех предметов – информатика. Многие из ребят выбирают сегодня профессию программиста, а потому и остановили свой выбор на этом предмете. Мне нравится математика, и также мне интересна информатика, поэтому я решила стать программистом математика. Это профессия будущего и настоящего, и это одна из самых востребованных профессий на данный момент, потому что сейчас все переходит в информационную сферу, технологии новые. Но оба фактора вместе сложились, это и перспективно, и высокооплачиваемо, и к тому же у меня есть к этому предрасположенность, и поэтому я выбрал это направление. Как проявляется предрасположение? Ну, у меня оно легко дается, мне это нравится, интересно. Но есть и те, кто выбрал творчество, сдающих литературу сегодня немного, в их числе Алия Алиева. В планах у девушки поступить в московский ВГИК и освоить профессию художника-мультипликатора. Как бы изначально, можно сказать, творческая личность, поэтому эта направленность больше мне подходит. Я планировала стать мультипликатором, так как мне импонирует эта профессия. Вообще, я рисовала с детства и решила пойти по этой дорожке. Насколько ощущаешь себя подготовленной сегодня? Ну, лично для меня главное, чтобы хорошее произведение попалось, потому что... В республике организовано 67 пунктов проведения экзамена, на которых в основной период будут сдавать около 11 тысяч выпускников школ. Основной период ЕГЭ 2020 года завершится 25 июля. Участники, пропустившие его по уважительной причине, смогут сдать ЕГЭ в резервные дни. Хадижа Курбанова, Мусас Алгиреев, Абдулла Макамиталиев и Хаджимурад Сагитов, телеканал ННТ Махачкала. Сдавали экзамены сегодня и хасавиртовские школьники. Там глава города посетил пункт проведения ЕГЭ. Он ознакомился с готовностью пунктов приема экзамена. Здесь полностью соблюдены рекомендации Роспотребнадзора в условиях пандемии. Все участники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. А здание школы предварительно было полностью дезинфицировано специалистами Управления гражданской обороны. Отметим, основной период сдачи ЕГЭ завершится 25 июля. И к другим темам. Накануне заместитель Муфтия Дагестана Ахмат Кахаев встретился с главой Махачкалы Салманом Дадаевым. В ходе встречи глава города и заместитель Муфтия обсудили ход строительства Духовно-просветительского центра имени пророка Исы Миры ему. Открытие сквера Шахидов в Махачкале. Ахмат Кахаев поприветствовал Салмана Дадаева от имени Муфтия Республики Шейха Ахмада Афанди. А также ознакомил градоначальника с ходом работы по строительству Духовного центра. Отметим, что с предложением назвать одну из аллей в Духовном центре в честь героев медиков выступил Муфтия Дагестана Шейха Ахмада Афанди. Ахмат Кахаев также отметил, что идет подготовка к официальному открытию сквера Шахидов, который будет располагаться на пересечении проспекта Акушинского и улицы Абдулхамида Юсупала. В ходе обсуждения коснулись и темы предстоящего мусульманского праздника Курбан-Байрам, подчеркнув, что в этом году необходимо провести его на достойном организационном уровне. На статус резидентов промышленного парка Дагдизель в Каспийске претендует 11 компаний. Об этом сообщил министр экономики республики Гаджи Султанов на совещании по вопросу создания индустриальных парков в Каспийске. Он отметил, что завод Дагдизель, как и многие другие предприятия республики, продолжают работать в условиях ограничительных мер из-за пандемии. Сегодня завод практически вышел на полную мощность. Все сотрудники предприятия вышли на работу. А главное, на заводе удалось сохранить все рабочие места. Достаточно сложный период с вами прошли, в том числе и наши крупные заводы. Вы знаете, как Дагдизель у нас в системе образующих. Приятно, что и во время пандемии завод, наверное, трудные и большие промышленные предприятия работал. Сегодня мы знаем, что он практически на полную мощность вышел. В промпарке заявлено 11 резидентов. Ключевым резидентом является Киргум. Они берут порядка половины территории и будут восстанавливать три корпуса. 3 июля сотрудники госавтоинспекции в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник. ГАИ было образовано 84 года назад. В Махачкале прошло торжественное собрание по этому поводу. В управлении ГИБДД отличившихся сотрудников полиции наградили памятными медалями, а некоторым присвоили очередное звание. За все то, что вы вкладываете в эту службу, вкладываете ее не только для себя, для своих родных и близких, а в принципе для тех, кого вы даже не знаете. Но тем не менее, каждый день заботитесь об этих людях, останавливая их на проезжих частях, на тротуарах, на пешеходных переходах, делая им замечания, привлекая их к ответственности. В этот момент вы заботитесь об этих людях, о гражданах России и жителях республики Дагеста. Еще раз огромное-огромное вам спасибо. В знак дружбы и признательности за сотрудничество благодарственные письма также вручили представителям общественных организаций, МУФТИАТУ и республиканским СМИ, в их числе и коллектив нашего телеканала. Награду вручили генеральному директору ННТ Султану Трамову. После чего полицейские возложили цветы к мемориалу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. По итогам 2019 года среди регионов Российской Федерации самая низкая заболеваемость раком в Дагестане. Более 160 случаев на 100 тысяч населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистический сборник Минздрава России. Среди субъектов России, где низкая онкологическая заболеваемость, Чечня и Ингушетия. Самый высокий порог оказался в Архангельской области. Всего в стране зарегистрировано более 640 тысяч случаев заболевания раком за прошлый год. В Дагестане в регби играют не только люди. Кавказские туры также не против порезвиться с мячом. В Цумадинском районе Парнокопытная осваивает командный вид спорта вместе с засборной Дагестана. Животное вместе с регбистами тренируется высоко в горах в ауле Куштада, где созданы прекрасные условия для спортсменов и, как оказалось, для таких благородных животных, как горный тур, которые занесены в Красную книгу, как редкие животные. И к этому часу у нас все. Оставайтесь на телеканале ННТ, не переключайтесь, смотрите новости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин